Сегодня мы поговорим о глубоком прикусе, так как этот вид прикуса очень опасен для здоровья зубов. Он приводит к стираемости зубов, к разрушению костной ткани вокруг корней зубов и с возрастом зубы выпадают. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу, как определить у себя глубокий прикус. Все прикусы у человека делятся на две части. Первая – это физиологические, то есть, которые безопасны для здоровья зубов и с ними можно жить всю жизнь. А второй вид прикуса – это патологические. Патологический прикус – это тот прикус, при работе которого зубы разрушаются. И вот к таким прикусам и относится глубокий прикус. Чем он характеризуется? Характеризуется он прежде всего тем, что верхние передние зубы чрезмерно перекрывают нижнюю. В результате чего в области передних зубов создается травматический узел. Там возникает чрезмерная нагрузка при желании. Это ведет к тому, что передние зубы, главным образом нижние передние зубы, начинают стираться. Но стираемость зубов – это лишь верхушка айсберга. Основная проблема лежит в костной ткани. Мы с вами знаем, что корни зубов покрыты костной тканью. Так вот, в случае глубокого прикуса, при перегрузке передних зубов, костная ткань вокруг корней зубов начинает расшатываться. С возрастом это приводит к тому, что зубы становятся подвижными, между ними появляются промежутки, а потом они расшатываются и выпадают. Это основной риск со стороны глубокого прикуса. Поэтому он требует коррекции. Ставьте лайк, если вы хотите знать больше о прикусах. Мы будем снимать больше роликов про разные виды прикуса. Давайте рассмотрим глубокий прикус на конкретном примере. Здесь мы видим, что у пациента верхние зубы сильно перекрывают нижние. В норме так быть не должно. Давайте посмотрим, что происходит с зубами при таком перекрытии нижних зубов в верхние. Мы видим, что в области нижних передних зубов режущий край неровный. Он стачивается неравномерно. Это стираемость из-за перегрузки передних зубов. Но это лишь верхушка айсберга. Потому что основные проблемы, возникающие при этом, возникают в костной ткани, вокруг корней зубов. В этом случае кость, которая должна покрывать корень зуба, удерживая его в челюсти, она постепенно рассасывается. Ее объем начинает уменьшаться. И это с возрастом приводит к тому, что зубы становятся подвижными и выпадают. На верхние зубы такой прикус никак не влияет? На верхние зубы он влияет в меньшей степени. Единственное, что можно иногда наблюдать в области передних зубов, верхних, это небольшие сколы эмали. Стираемость там встречается реже, но тоже бывает. Но бывает это совсем-таки у агрессивных, при агрессивных мышцах. То есть, когда жевательные мышцы, очень вырежет человек. Основная задача ортодонтического лечения при глубоком прикусе – это уменьшить величину перекрытия нижних зубов верхними. И один из основных инструментов, который позволяет это реализовать – это ортодонтические дуги. То есть, когда мы устанавливаем ортодонтическую дугу в деформированный зубной ряд, у которого нижние зубы выступают несколько кверху, а боковые зубы наоборот опущены, то ортодонтическая дуга начинает работать в двух направлениях. Она старается опустить вниз передние зубы и поднять вверх боковые. В результате чего выравнивается соотношение между передними и боковыми зубами. Они встают на одном уровне, что позволяет улучшить перекрытие в области передних зубов. На настоящий момент у нас пациент находится уже на этапе активной коррекции взаимоотношения верхних и нижних зубов. Для этого используются жесткие стальные дуги большого сечения. То есть они такие прямоугольные, достаточно жесткие, которые осуществляют взаимное перемещение боковых зубов кверху, а передних зубов к нижнюю. И в результате чего мы видим, закрываем плотно, что верхние зубы перекрывают нижние значительно меньше, чем 2 мм. Это значит, у нас идет нормализация взаимоотношения зубных рядов. Кстати, здесь нам в помощь для коррекции взаимоотношения верхнего и нижнего зубного ряда активно используются микроимплантаты. Те интересные приспособления, которые позволяют нам значительно увеличить эффективность ортонтического лечения. Мы видим, что они стоят в области боковых зубов, в костной ткани. Стоят уже достаточно долго, к ним прикрепляются резинки, которые тянут зубы в определенном направлении и обеспечивают нормализацию взаимоотношений зубных рядов. Лечение идет у нас в плановом порядке. Сколько по времени уже лечимся? Год, я думаю. Да, ну где-то чуть больше, наверное, года. Брекеты в полость рта. Мы на этапе коррекции прикуса. Это очень хорошие сроки для данного этапа. Продолжаем работать в этом направлении. Как понять, что у вас глубокий прикус? На самом деле это достаточно просто. Вам нужно плотно сомкнуть зубы, подойти в зеркало и посмотреть, насколько верхние зубы перекрывают нижние. В норме вы должны видеть 2 мм нижних зубов. Если хотя бы 2 мм зуба выступает из-под верхних зубов, то этот прикус физиологический. Здесь, обратите внимание, меньше миллиметра выступает. Это значит, прикус глубокий, и он ведет к разрушениям зубов, о которых я говорил. Поэтому проверяйте у себя прикус. И если вы увидели у себя признаки глубокого прикуса, мы с радостью проведем для вас консультацию. Приходите к нам в клинику. Ссылку на сайт клиники оставлю в описании. А как еще можно определить, что глубокий прикус? Зубы стираются. То есть, если посмотреть на свои просто нижние зубы, и вы увидите там неровный край у нижних зубов, то это значит, что прикус, скорее всего, глубокий. Потому что это следствие перегрузки в области передних зубов. Кстати, можете смотреть на свои верхние зубы. Если у них неровный край, если они скалываются у вас, это тоже частый признак глубокого прикуса. Должны прям все зубы быть с неровными краями? Нет, абсолютно не так. Это зависит от точки перегрузки. Как правило, это не идет, не тотально распространяется на все зубы, а один или два зуба. Как правило, чрезмерно стерты, потому что они на себя берут основную нагрузку. В дальнейшем уже подключаются и другие зубы. То есть, это идет последовательная реакция. На самом деле, чем раньше мы это обнаружим, тем более эффективным будем в лечении. Тем большую часть зуба мы сохраним. Можно увидеть неровный край, то есть, вот он такой неравномерный, неравномерно стерт. А второе, если посмотреть на зубы сверху, на нижний, то можно увидеть полоски. Эта полоска как раз свидетельствует о стираемости зубов. И напишите в комментариях, смогли ли вы определить у себя глубокий прикус. И если смогли, поставьте дизлайк, потому что я вас расстроил.